Привет, я Киса Алиса, и это мое утро в одном цвете, а мой любимый цвет сиреневый. До меня такие ролики сняли все мои песики-дорузья. Софи в розовом цвете, моя подружка Покемон Юмичу в желтом цвете, Миша в салатовом цвете, не снял только Эйвон в своем голубом цвете. Если ждете от него такое видео, то же ставьте лайк и пишите в комментариях, какие у вас любимые цвета, потому что случайные ребята появляются в видео. Кстати, про видео. Если вы заметили, мы с Аней и Пушистиками пропали надолго. Нас не было на каналах почти два месяца. Мы очень соскучились. В нашей жизни кое-что случилось, и поэтому не было роликов на всех каналах. Но сегодня для вас сюрприз. Не только тут новый ролик, но и на нашем общем семейном канале Мэджик Фэмили. Да че это одеяло никак с меня не падает, а? Как порой клеилась. Так вот, там вышло видео, где Аня с Мишей и Юми впервые пошли в салон красоты все вместе. И им сделали новые прически. Посмотри потом этот ролик. Ты же соскучился по песикам? Ссылка будет в описании. Да, отстаньте от меня, дурацкая ела. Что это такое, а? А еще там крутой конкурс для вас, в котором вы можете поучаствовать и может встретитесь с Аней. После того, как я проснулась, я иду в свой сиреневый туалет. У меня даже освежитель воздуха сиреневенький. И сиреневая туалетка. Все, конечно, ворчат, что после меня весь туалет в моей туалетке. Но я слишком люблю играть с туалеткой. Ладно, пора мне покопиться. Ну, короче, вы поняли. Не знаю, как вы, но когда я сижу на унитазе, я часто думаю о каких-то очень важных вещах. Например, как так получается, что животное вомбат какает кубиками? Как? Так как у меня странный унитаз и ее смывалки там нет, я иду просить Аню убрать за мной горшок. Я встаю раньше всех. И поэтому Аня еще спит и вставать даже не забирается. Придется мне, как всегда, ее побудить. Сегодня будет утро в сиреневом цвете, поэтому ты наденешь костюм сиреневого якино-рога. И я приготовила тебе сиреневые носочки с эмодзи. Классный комплект. Ань, ну вставай давай. Аня, вставай. Подъем. Утро. Пора жрать. Ай, да ну тебя. Не уберешь горшок, проснешься и скажешь, что так воняет. Прежде чем пойти позавтракать, после того, как я покакала, я иду в ванну, чтобы помыться. Сначала чищу зубы. У меня вот такая сиреневая зубная чёточка. И паста у меня зубная детская, тоже сиреневая. И вообще я тоже хочу в салон красоты, куда ходили Юми с Мишей. Короче, чищу зубы. Зубы я чистить не люблю. Но двуногие и старшие все говорят, что нужно быть чистым. Что мыться надо. Поэтому я чищу зубы, ну так типа для виду. Косикун. Думаю о смысле жизни. Всё, нормально, достаточно. У меня есть сиреневая мыла. Хм, перед сном написано. Ладно, думаю, рога у меня не вырастут, если я после сна ему моюсь. А вдруг вырастут? Короче, поехали. Надо открыть. Надеюсь, внутренняя тоже сиреневая. Блин, какую мечу. Снаружи сиреневая, внутребелая. Ладно, почку помою с таким. Включим водичку. Попробуем хвостиком температуру. Ну, вроде неплохо. Заодно хвост помою. Его не обязательно с мылом мыть. Так что сойдёт. Потом я мочу свою сиреневую мочалку. Мочу мочалку. О, вода. Она меня иногда гипнотизирует. Короче, когда я мочалку намочила, потом я её мылю-мыла. Мне же типа помыться надо. Мылю-мылю, какая-то фигня. Не мылится ничего. Может, ну его нафиг мылом с мочалкой мыться? Скажу, что помылась. Я сама мыться не буду. Слишком сложно. И вообще, почему обязательно мыться? Можно, в принципе, и не мыться. Всё равно никто не поймёт, мылась я или нет. А пофиг. Так, что-то у нас ещё есть. Масло для рук для людей. О, тут есть духи для животных. Сиреневые с виноградом. Хм, а ещё лак для ногтей. Хе-хе-хе. Лучше попробую себе когти накрасить, и то прикольнее занятие. А, эй, как-то это, как-то что-то неудобно. Что, прямо вот так красить, что ли? Фу, как воняет. Да ну его этот лак. Надеюсь, Женя отведёт меня в салон красоты. Там-то мне и сделают маникюрчик. Хотя бы духами надушусь, чтобы от меня не выняло. Тем более я не мылась, никто не догадается. Так, шик-шпык, шмек-шмок. Готова осталось вытереться полотенцем. Я же всё равно чуть-чуть мочилась. И хвост мочила, ну и типа я мылась. По-моему, получились прекрасные утренние процедуры. И можно наконец-то пойти и пожрать. Блин, а сиреневая еда это будет сложнее. Ну что ж, вроде тут не такой уж бардак, убираться после себя не надо. В общем, мы делаем всё на своих местах, да. Идём завтра, Кать. А нет, стоп, до того как пойти завтракать сиреневой едой. Надо решить, какой ошейник я сегодня надену. Этот сиреневый с розовым и голубым, или чисто сиреневый с узорами. Проголосуйте-ка, ребятки, в комментариях, помогите мне. А, эм, речи я сзаря сегодня мылась что ли в душе. Хвост мокрый, я как с помойки. Надо немножко повести себя в порядок, а то не поверят, что я в ванной-то была. Аня скоро проснётся и пойдёт мои каки убирать. Кстати, может мне надеть вот такой сиреневый шарм, или быть более нарядной? Сиреневая платьица в горошек. Нет, сошью потом себе сиреневый костюм из старых ханиных сиреневых носков. И вообще, я вспомнила, что мне пора на себя надеть сиреневого. Накрываем стол сиреневая скатерть, сиреневенькая тарелочка, моя сиреневая кружка и сиреневый слюнявчик. Вот что надо было надеть. Ну и что, что воскресенье только завтра? Итак, что я нашла сиреневого дома из еды? Кофе, конфетки, чай, кернослив, сахарная пудра. Не знаю, зачем, но ещё есть воронка. О, а ещё свечка. Зачем она, если есть гигантская свечка? Стоп, это же уже не еда. Да уж, мне тут кушать нечего. Придётся нарушить Анина правила. И надыбать вредной жрачке, которую она мне есть не даёт, потому что говорит, что я скажу от неё с ума. А всё потому, что пёсики все вчетвером. Едят свой корм платином. Немецкий, крутой, самый лучший, самый вкусный для собак. И самый полезный. А кошачьего такого корма до сих пор нет. Они всё обещают, обещают. Сказала, скоро будет. Ну а сегодня побалую себя вреднятиной. Если бы Аня видела, чё я и сварю, чё я буду есть? Фиолетовую вредную еду. Наливаю себе водички на завтрак. Ну и что, что я свинья? И вообще-то, я не свинья, я кошка. А раньше, когда я была маленькая, я была собакой. Так не, я думала, что я собака. Если бы я была собакой, я бы ела тоже корм платином, как и все ребята. Его пока что нет кошачьего. Но возможно скоро появится, и я буду есть вкусно и невыродно. Чё-то я думала, будет вкуснее. Не вкусно? Ну ладно, скоро у меня онлайн урок. А пока, а пока я залезу в свой сиреневый шкафчик. И достану оттуда сиреневый пакетик. А в этом сиреневом пакете куча моих разных сиреневых игрушек. Обожаю прятаться в сиреневых пакетах. Скоро у меня будет урок. И мне придется достать сиреневую канцелярию. Но сейчас время утренних игр. Чё, в пакете больше ничего нет? Ну и ладно. Ах ты, что, сидишь туда? Ты кто? Фиолетовая птичка? Сиреневая птичка? Ты собираешься от меня сбежать? Улететь от меня хотела? Да, конечно, дам я ей улететь. Думала, я не замечу, а я всё замечаю. Понятно, потому что я кота-монстр. Киса-лиса, кота-монстр. Киса-лиса, глаза на макушке. Уши в подушке. Понятно. Чё я сказала? Сама не поняла. На самом деле я победитель. По жизни я победитель. Побежду всех и тебя побежду. Понятно? Всех побеждаю всегда. Киса-лиса супер. Эм, короче, да. Эм, короче, у меня есть ещё любимые игрушки. Сиреневые когтиточки. Вот такие мышки. Разные мячики. Вот такие классные пушишечки. А ещё вот такие сиреневые колёсики. А ещё вот такие сиреневые косточки. Шучу, на самом деле это собачьи игрушки. Но у меня тоже много. А ещё, конечно же, палки-бесилки. Аня меня ими бесит. Я их люблю, но одна ими играть не умею. Палки-бесилки. Потому что с ними можно беситься. Кажется, мне пора на урок. Моя сиреневая пахта. А тут сиреневая канцелярия. Карандашики, ручки, краски. И даже скрепки и прищепки. Чтобы какие-нибудь важные бумажки соединять. А ещё мэджик-медальон и фломастеры. Фиолетовые разных оттенков. Это даже не совсем фломастеры. Это такие прикольные маркеры. И, конечно же, тетрадка. Киса Алиса к уроку готова. Хотя учиться я не люблю. Но онлайн-уроки это прикольно. Это не то, что в школе. Киска Алиска, привет. Я уже проснулась. А ты что делаешь? Я к уроку готовлюсь, не мешай. Что за урок? Смотри, что я тебе принесла. Мне кажется, то ли приснилось, то ли ты мне говорила, что у тебя сегодня ролик «Утро в сиреневом цвете». Так вот, я нашла тебе вот такой вот виноградный антистресс. Прикольный, да? Он что, живой? Алис, ты что? Это антистресс, говорю. Как он может быть живой? А ещё вот такую пандочку. Мне кажется, тоже она тебе сиреневенькая, космическая такая по цветам подходит. Смотри. Причём здесь эта ерунда? У меня утро в сиреневом цвете. Причём здесь эти антистрессы? Ну, ты заставила надеть меня костюм сиреневый единорога и даже сиреневые носки. Хотя я в твоих видео не снимаюсь. Я думала, тебе понравится. Ну, извини. Ну, вообще-то, может быть, ты права, ладно. А, этот виноград меня гипнотизирует. Киса Алиса, аккуратнее. Не порви его, а то из него вылится эта белая жидкость, и всё будет в ней. И вообще, ты говорила, у тебя какой-то урок начинается онлайн. Алис, Алис, Алис. Алиса... Да, точно, не мешай мне. Я буду учиться разговаривать на другом языке, поняла? Ничего себе, на английском. А может быть, не только я хочу завести себя и на странный канал, чтобы со всего мира общаться с ребятами. Ух ты, какая классная идея. Алис, ты куда, Алиса? Всё, отстань, уходи, не мешай. Эх, ну, ладно. Иди лучше с ними сторис в инстаграм. О том, что на каналах спустя два месяца наконец-то вышли видео. И на Magic Family про новые прически Мишки и Юми. Да, Алиска, ты права. Наконец-то вышли ролики. Ребят, надеюсь, вы нас поддержите лайком, комментарием. Смотрите новые видео. Ссылочка в описании. Спасибо вам.